А вы видели, кстати, фотографию Зеленского на первой обложке журнала «Тайм»? Я увидел эту фотографию и сразу подумал, что никогда таким Зеленского мы не видели. Уставший, с потемневшим лицом, мрачный. Я думаю, что это лицо сейчас отражает те реальные переживания, которые есть у Зеленского. Я думаю, он все равно не мог предположить, а смотрите, видит только начало. Впереди еще ему долгая-долгая президентская история. Но, к сожалению, я пока не вижу обнадеживающих и оптимистических вещей. А какая самая большая проблема? У него? Да. Я вам скажу. А это одна проблема, которая вот так вот переходит из одного в другой. Смотрите, когда ты понимаешь, что ты попал в ситуацию некомпетентности, что да, безусловно, ты сыграл в эту игру, у тебя получилось победить власть, потому что ты любимец публики, потому что ты сыграл в таком сериале, потому что у тебя есть, тебя смотрела вся страна несколько лет в 95-м квартале и по 1 плюс 1. Но дальше ты должен осознать, черт побери, я же некомпетентен. И здесь есть только один выход, быстрый, срочно себя окружать компетентными людьми, срочно создавать ситуацию, повышать свой уровень компетенции благодаря им и создавать команду людей, которые бы помогали тебе, помогали создавать компетентные решения. Тем более, это кризис менеджмента. Это не просто, вот есть устоявшаяся система, главное, ничего не нарушить. Здесь не так. Здесь страна находится в страшнейшем кризисе. И второе твое умение, с которым должен быть справиться, подобрать эту команду, это не просто, она есть, ее надо собирать. Это люди неудобные, это люди, выглядящие порой как городские сумасшедшие, потому что они же визионеры. Я вообще вот удивляюсь, как это когда-то Михаил Саакашвили, слушая абсолютно оторванного от грузинских реалий Каху Минукидзе, сказал, а идите к нам, министрам экономики. Ваши идеи, мне кажется, правильными. Это же надо почувствовать каким-то образом, потому что, смотрите, идеи Кахи до этого нигде реализованы никогда не были. Здесь надо было поступить на то, что вместо этого он окружает себя очень быстро друзьями и знакомыми, а дальше начинает выбирать людей, которые демонстрируют лояльность. Вот они говорят, мы лояльны к тебе, смотри, да, друзей, друзей. А кто оказывается лояльным? Тот самый средний сегмент, который уже в этих властных структурах многие года сидит. И я всегда шутил и говорил, друзья мои, новые люди, это не то, что это, ну, не так, ранее неизвестные люди, это не новые люди, просто ранее мы их не видели, они не были очень публичными. Вот. И там появляются Арахамия и другие персонажи, которые себя неплохо, Маркарова, которые себя неплохо почувствовали, в общем, и в прежнем, при прежней власти. Два неумения. Осознать свою некомпетентность и приобрести, повысить уровень компетентности и окружить себя компетентной командой. Вот это главное. И делить полномочия незнакомым людям. Как минимум. Незнакомым людям. Включить свою интуицию, выслушать их аргументы, сесть и понять, какие аргументы тебе кажутся убедительными, устроить дискуссию. Нет. Нет. Продолжение следует...